Микс Ньюс Только на Радио Болтком Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире программа «Выбор», в рамках которой Мы говорим с вами о проблемах зависимости Я Анна Смирнова И каждую среду в эфире Радио Болтком Моими гостями становятся Как специалисты, работающие с Зависимостями, так и люди Чьи истории рассказывают нам О том, как справиться с алкогольной Наркотической или игровой зависимостями Сегодня мы говорим с вами О созависимости У меня в гостях участница Содружество Аланон Это анонимное содружество тех, чьи близкие Оказались во власти алкогольной зависимости Здравствуйте, спасибо, что вы пришли Здравствуйте, слушатели Напомню, телефону прямого эфира Для наших слушателей 672-12-93-9 и 672-13-93-9 Вы также можете звонить Задавать интересующие вас вопросы Высказывать какие-то реплики И телефон для ватсапа Для сообщений в ватсапе 230-6191 Там вы также можете оставлять свои комментарии Я, по возможности, буду зачитывать их В рамках эфира Почти два года вы в содружестве Да, почти два года уже В какой момент вы осознали И в какой момент, главное, признали Свою созависимость? Я её сама не признала Я не понимала, что это такое Я про это слышала, конечно Поскольку то, что что-то не в порядке С моим мировоззрением Я, в принципе, чувствовала постоянно Фактически всю свою жизнь Как взрослый человек Было много сложных отношений Сложных ситуаций Я выросла в семье неблагополучной То есть, ну, вот это ощущение Что что-то не так В том числе в отношениях В семье Это было И, в принципе, так я жила Жила-жила И, ну, со временем Просто ухудшилось моё здоровье И мне очень прямо Про это сказал один психиатр Мне повезло, что я встретила Эту женщину До этого я уже консультировалась И у психиатра, и у психотерапевта Но все они со мной обращались Очень так нежно Но, как я говорила Такими, как бы, белыми перчатками Так стерильно старались Стерильно, да, очень осторожно И как-то это продолжалось Ну, в течение где-то года-полтора Но когда мне стало совсем плохо Мне посоветовали одну женщину-психиатра И она была очень прямая со мной Сразу на первой встрече Не знаю, как специалисты решают Когда они могут использовать Такое очень... В тот момент мне казалось Очень такой жестокий приём Просто очень напрямую сказать В чём моя проблема Если я её не буду решать Никто и ничто не поможет Она так и сказала Алилит, ваша проблема Зависимость, созависимость И да, если вы это не будете решать Вам не станет лучше Да Но вы это услышали и согласились с этим? Или всё-таки противоречие было внутри По этому поводу? Когда вот так напрямую говорят Не обходя острые углы Хотя до этого, как вы сами сказали Все старались наоборот обойти их Нет, я как-то... Не то, что я не согласилась Я просто... Я поняла, что да Всё плохо в таком плане Что я поняла, что это не такая вещь Которую можно включить или выключить То есть, конечно, я искала Такого быстрого облегчения Своих внутренних мучений И я поняла, что это не будет так Я не могу принять какое-то чудо Пилюльку, да И всё, встать следующим утром И всё, у меня новая жизнь Новое ощущение Что это будет работа с собой И, конечно, от этого мне было Очень страшно, сложно Но в тот момент я поняла, что Я как-то поверила этой женщине И я поняла, сколько... Ну, она специалист И я решила, окей, всё Я должна понять, что это такое И что это такое? И что это сделало со мной Что такое созависимость? Это состояние? Как бы вы это характеризовали? Созависимость — это такой дефект личности Когда для полноценного функционирования Нужны другие люди Но не в таком позитивном плане Как хорошие отношения Я просто наслаждаюсь ими А нужно спасать других людей То есть жить их жизнью То есть это способ Как чувствовать себя нужным, любимым Это, да, способ, как найти смысл жизни В том, как созависимые решают проблемы других людей Да, то есть это те же самые, я понимаю, механизмы Которые работают тоже в зависимости Которые, ну как, более знакомые как бы всем Да, и часто созависимость не воспринимают Как серьёзное состояние Но по личному опыту я могу сказать Это настолько же опасно Как все любые зависимости Люди от этого умирают Делают самоубийство Исходят с ума Спиваются И все другие вещи То есть из созависимости уже зависит Да, и сколько я тоже об этом изучала Читала и в программе тоже Я понимаю, что это часто бывает Истоком зависимости Ну вот ваша созависимость Она выразилась в чём? Она выразилась в том После чего? Да Ярче всего она выразилась Ну практически в самых главных отношениях Это с моим супругом И на работе То есть дома я потакала супругу во всём Он также 10 лет из нашего 20 лет брака был зависимый И я дошла до абсурдов В том, как я пыталась Ну как бы заботиться о своём супруге В его состоянии Абсолютно не понимая Что я этим Врежу себе, ему, нашим отношениям То есть созависимый Думает, что он таким образом любит человека А происходит наоборот Созависимый это не делает Из-за любви к зависимому А из-за дисфункции своей внутренней Потому что этой помощью Как-то кажется, что Да, есть смысл моей жизни И я могу кого-то спасти Кому-то помочь Какой-то такой синдром желания Кого-то спасать Не знаю Да, но и на работе Естественно, то же самое Я была хорошим сотрудником В таком плане Что я хотела всегда быть лучшей Я была амбициозна Я могла работать очень много Я была трудоголиком полным То есть из-за желания Быть хорошим, правильным Достичь чего-то, чего-то доказать То есть внутренняя полноценность Которая вот таким образом Себя демонстрирует Поэтому обычно Созависимые очень хорошие сотрудники До поры до времени Пока Я уверена Что большинство Созависимых Они обнаруживают себя Как будет на русском Burnout То есть это Синдром выгорения Ну, наверное, эмоциональное выгорание Да, да Да Потому что Порядок, я думаю Очень много Созависимых Они и трудоголики тоже Потому что, да Ну вот Я тоже руководила людьми И я помню Это ощущение Это было Я чувствовала себя ответственной Тоже за других людей Я за них делала какую-то работу Я, например, с моим подчиненным Никогда не могла сказать Что вот какое-то на работе там Дело нужно сделать до конца Я прошу вас поработать дольше Нет Я считала, что мои сотрудники Они только будут работать в свое время То есть заботилась о их Самочувствии О их семье За счет себя Сама я могла сидеть От девяти до десяти Все их ошибки исправлять И так далее То есть Да, это желание Исправить всех И все вокруг За счет себя То есть Алкогольная зависимость мужа Сформировала в вас В том числе И эту со-зависимость По отношению к другим людям Не только Конечно Укрепила Но можно ли Живя с алкоголиком Не стать при этом Со-зависимым Как вы считаете? Я это не знаю Но мне кажется Что нет Что Ну по себе лично Я понимаю Что я уже вошла В наши отношения С ним Как со-зависимый человек То есть Я думаю Это было из детства Да Я думаю Это отформируется Намного быстрее И я сомневаюсь Что Человек У кого нет Таких Проблем В отношениях С С зависимым Я думаю Они Скорее всего Быстро кончаются Просто Человек Кто не болен С зависимостью Со-зависимостью Он Он убегает От таких Проблематичных Отношений А со-зависимый Он Даже если Неосознанно То он Как я Я выросла Ведь В семье алкоголика Я Жутко боялась Выйти замуж За такого же Человека Но Случилось Именно это А в чем этот феномен Как вы считаете Вот этой закономерности Того что дочь По сути Делает то же Что и мать Хотя Понимает Что так жить нельзя Как я это понимаю И сколько Я со своими Друзьями В нашей программе Общаюсь И мы говорим Конечно Много об этом Это из-за того Что Это знакомо То есть Это самая Странная вещь Что как бы Что бы ни было Например В детстве Через что бы Не прошли Вот дети Таких семей Когда они Встречают Уже взрослые Похожего Человека Случается то Что Ощущение Что я дома Опять То есть Потому что дом Он в любом случае Каким бы он ни был Это как бы Детство Это дом Это семья Это вот восприятие Хорошей семьи Всегда Поэтому Как мы Иногда на собраниях Своих Шутим Говорим Что например Тоже женщины Мужчины Кто независимый Часто всего Для созависимых Неинтересны То есть Они вообще Непонятные Да То есть Нет такого Влечения К таким Мужчинам Чувство такого Мучительного уюта Получается Да Именно Мучительный уют Он знаком Абсолютно понятно Как это все действует И это Такой Натуральный Импульс Вот В таких отношениях Войти Во-первых А потом уже Это долго продолжать И слишком долго Продолжать Хотя давно Нужно было Например Какие-то Радикальные шаги Как порядок Да Сузависимые Терпят Жуткие отношения Очень долго Слишком долго Ну вот Участница Анонимных Алкоголиков Была в этой студии Она рассказывала О своей зависимости И о том Как пришла К тому Что зависимо Как она это осознала Надевайте Пожалуйста Наушники Мы сейчас Поставим Большой отрывок Из программы Где она говорила Об этом Моя последняя Ну как я это называю Не запой Я наверное Пьянка Вот был мой день рождения И Дрожащие руки Вас испугали Когда вы проснулись Да Эти руки Я проснулась Руки трясутся Мне плохо Я вспоминаю Обрывками Что-то Как я вообще Там Как-то ползла Там домой И мне Тошнило И все Это Ну вообще Некрасиво Конечно Особенно Там Ну для Женщин Это Неприятно Это Неэстетично Очень сильно Да И я Проснулась В одежде Поперек Кровати Как-то Голова Там Где ноги И все Эти дрожащие Трясущиеся Да Не дрожащие А трясущиеся Конкретно Трясущиеся Руки И моя Первая Вот мысль Что вот Я сейчас В холодильнике Пойду Там Пиво Я его возьму И все И мне сразу Хорошо станет Мне нормально Станет И я не знаю Что случилось В тот момент Я у меня Ну я У меня в голове Просто стала Вот это Звучать Такая громкая Мысль Что я Алкоголик Вот у нашей гости Начала звучать Эта мысль В голове Но У многих Она так Не звучит И даже Иногда бывает Как так же Сказала моя гость Когда дно Ниже смерти Когда ты уже Ушел из этой жизни Не осознав Что ты был зависим И не попытался С этим справиться Вот ваш супруг Он осознал Свою зависимость Все-таки Да Он смог это сделать Да Он смог это сделать С вашей помощью Ну я бы не сказала Что с вашим С процессом вашего Выздоровления Это произошло Я думаю Это связано Да С этим Поскольку Да Я Полтора года назад Я решилась На Очень такие Радикальные шаги В своей жизни Которые Влияли тоже На него Да И вот Это Прошло Некоторое время Но Он через это Тоже Смог Посмотреть На себя Потому что Я думаю Это связано С тем Что Я как бы Ушла Назовем это так Со сцены Поскольку К его зависимому Если у него рядом Созависимый Который Ничего не меняет С моей жизни Очень мало шансов Вырваться Потому что Созависимый Родственник Питает Эту зависимость Жутким образом Это делала и я Сейчас небольшой перерыв Мы сделаем И потом вернемся И продолжим Оставайтесь с нами Мы продолжаем Программа Выбор Сегодня у меня В гостях Участница Содружества Аланон Содружества Чьи близкие Оказались во власти Алкогольной зависимости Спасибо Что вы пришли Еще раз Здравствуйте Спасибо О том Как формируется Зависимость Давайте послушаем Небольшой отрывок Из интервью Одного моего Анонимного гостя Он об этом Рассказывал Все таки Мы в нашей программе Проводим параллели Между зависимостью И со-зависимостью В принципе Наверное Это корректно Потому что Так и происходит Это взаимосвязь Его зависимость Его зависимость Была наркотической Давайте послушаем Что он говорил Об формировании Этой зависимости С детства Я всегда чувствовал Внутренний Не таким Чужим Я довольно легко Находил друзей Общался с ними Но была какая-то Грань Которую мне Очень трудно Было переступить И Я С 11 лет Уже начал Злоупотреблять Алкоголем И Всячески По-разному Влиться В общество Ну то есть В класс В дружбу То есть Я играл Какую-то роль Клоуна Ну клоуна Так я выделялся Так я как-то Вот Самовыражался Да Самовыражался Заглушал Какие-то чувства Да Ну когда все Смеются со мной Да Тогда Ну я не думаю О том Как я чувствую себя Мне кажется Что все Порядки Вот по сути Зависимость И созависимость Они формируются Синхронно Ну как я уже Говорила Некоторое время Назад Что я думаю Что это Человек Работает Таким же образом Да Поэтому Человек Просто Каждый Человек С зависимым Мышлением И отношением К жизни Он просто Выбирает Какие-то Другие Способы Да Вот именно Один выберет Способ Как заглушать Все это Наркотиками Другой Алкоголем Третий Созависимостью Четвертый Питанием Каким-то Шопингом Чрезмерным Да То есть Это уже Внутри У человека Просто Некоторым Абсолютно Я считаю Так Некоторым Везет меньше И они Например Выбирают Ну так И более Смертельные Зависимости Которые Очень быстро Иногда Убивают Человека А некоторые Вот Мучаются Проживают С какими-то Проблемами Всю жизнь Вот вы уже Говорили о том Что созависимый Иногда может Помешать И чаще всего Так и происходит Когда он мешает Выздоравливать Зависимому Я уверена Которые Которые Находятся Рядом С ним Вот Участница Общества Созависимых Была у нас В гостях Она рассказывала Историю О том Как однажды Она помешала Своему мужу Который был Как раз Во власти Алкогольной Зависимости В какой-то момент Она помешала Ему встать На путь Воздоровления Давайте Сейчас снова Наденем наушник Послушаем Что она Рассказала Эту небольшую Историю Нашего Звукорежиссера Сейчас Все же Был Один момент Когда мой муж Сказал Я устала От этого Что мне Нужна помощь И он даже Позвонил По информативному Телефону На АА И я На то Я уже Так много Знала Теорию Но Вот этот Механизм Вместо Того Чтобы В этот Момент Взять Пальто Сумку И уйти Из дому К подружкам К любому Знакомому Который Может Меня Принять В тот Момент Я осталась И Начала Его Жалеть Ну Я так Хотела Вы обрадовались Его Я так Обрадовалась И я так Хотела Быть С ним Рядом В этот Великолепный Момент И Сегодня Для меня Я это Я очень Сожалею И я Понимаю Что это Было Самой Самой Большой Ошибкой Которую Я могла Сделать Вот Ваши Истории Было Ли что-то Схожее Потому что Жалость Она Может быть Стимулирующей Иногда Но Часто Напротив Не Стимулирующей Лишающей Мотивации Зависимого Человека Жалости От Того Кто Рядом Да Про Жалости Я тоже Много Отчитала И думала Потому что И поняла Что есть Разница Между Состраданием И Жалостью И Жалость Как такова К человеку Другому И к себе И к другому Она Негативная Жалеть Нельзя Ни себя Ни других Поскольку Это Отбирает Дееспособность У человека Я бы Не сказала Что Может Был Какой-то Такой Роковой Момент Поскольку Таких Моментов Где Я Вставала Ну Вот В путь Какого-то Решения Для супруга Было Очень много Поскольку Ну Все же Десять лет Мы Прожили В его Активных Зависимостях И Там Было Сотни Ситуаций Где Я должна Была Действовать По-другому Но Я Действовала Как Типичные Созависимые Я Я Все Акцептировала Прощала Терпела А Должны были Уходить Вот Как Сказала Гостя Моя До В каких-то Ситуациях Возможно Да Даже Да Действительно Физически Может Когда-то Уходить Когда Нужно Было В каких-то Ситуациях Но Я Да Я Я Этого Вообще Не Могла Потому Что В этих Отношениях Созависимым Это Химия Отношений Она Очень Токсическая В таком Плане Что Я Помню Я Я Терпеть Не Могла Когда Например С моим Супругом У меня Какой-то Конфликт Либо Размолвка То есть Я делала Все Возможно Чтобы У нас Как бы Все время Были хорошие Отношения Да И если Даже Мне Надо Было Идти Против Своего Убеждения Да Ну Типические Ситуации В таких Отношениях Где Все Живу Зависимого Какие-то Проблемы С финансами Да И Я Всегда Старались Сгладить Да Абсолютно Все Сгладить Все Спасать Все Организовывать Все Планировать Ну То есть Полностью Перенять Все Всю его ответственность Да Всю его ответственность Абсолютно Ему Просто Я ожидала Что он просто Вот придет домой И будет со мной Это желание Быть рядом С человеком Хотя Отношения Не настолько Хорошие Это Такое Очень странное Я это Я почувствовала Когда я решила Расстаться С С моим Супругом Я помню Эти первые Дни Это Действительно В тот момент Я поняла Что означает Ломки Как говорят Зависимость Тяга Тяга Да Она действительно Такая Такие Странные Очень ощущения Как бы Физически В том числе В том числе Физически Да Ментально То есть Я как бы Понимаю Что например Мне не в пользу Такое отношение Такая ситуация Но я все равно Хочу этого Очень странно Я очень это Почувствовала И как от этого Как Осознать это И найти Способ Отказаться От этой тяги Ну это все Происходило Со мной Очень постепенно В течение Года полтора Да Как я ходила На собрания То есть Это такой Ну длительный Процесс Чтобы увидеть Что Потому что Понимаете Ну Даже наша Наша поп-культура В наше время Она Представление О любви И о хороших Отношениях То есть Такая что Мы зависим Друг от друга Музыка Музыка Да Кино То есть Любовь это Когда я не могу Жить без другого Человека Ты под моей Там кожей You are under my skin Да То есть Вот все это Такое В принципе Если так Вдуматься Это очень Зависимые Отношения Но это Не то Это не та Любовь Которая В здоровых Отношениях То есть Патологическое Желание Или неспособность Быть отдельно От другого Человека Это не любовь А мне казалось Я так люблю Своего супруга Да То есть Там Я такая Не знаю Там В хорошем плане Я думала Что я делала правильно Что я такая И меня там Тоже все Подруги Какие-то Тоже Вау Ты такая Терпеливая Ты так Такая Сильная Ты так много Можешь выдержать И я этим Я этим гордилась Вот Другие бы Не терпели Ничего подобного Значит Они не любили Настолько бы Этого человека А я вот могу Да Это очень Искаженное Представление О хороших Отношениях И это Формируется В детстве Любовь Это значит Страдать Да Это естественно И желание Обладать Тоже так Свойственно Человеку Даже не всегда Наверное Иисус зависит Да Свойственно Конечно Потому что Созависимым Нужен Зависимый человек Он нужен Чтоб чувствовать себя Что я живу Что я Да И если Например Там Мой Зависимый Человек Там Мне там Спасибо Что ты Мне там Не ругаешься Прощаешь Меня Мне там Мне там Такая награда Хорошо Да Такая награда Какой я человек Да То есть И это И это нужно Вот этому Созависимому Это абсолютно Это не любовь Это эгоизм Это патологические Отношения Ну и это Чтобы это Понять Это сложно Очень И я Поэтому мы тоже В своих собраниях Иногда общаемся И говорим Когда человек Действительно Вот такой Физической Зависимости Легче Как-то понять Что это От чего я зависит И от чего я Объект Созависимость Понять все эти Механизмы странные Очень сложно И это Берет время Это Редко Когда Вот такое Прояснение Я понял Это такой Шаг за шагом Каждую неделю Каждый месяц Что-то новое Приходит Поэтому Собрания Очень хорошие Поскольку Постоянно Об этом Можно Все же Думать Регулярно Говорить Говорить Анализировать Эти Собрания Я слышала Я слышала Раньше Новая жизнь Новые какие-то Там Новые Приоритеты Да Ну вот как Зависимость проявляется Какие могут быть Последствия Потери Могут быть Анонимные алкоголики Который также Был гостем Программы Вот с чем Он сравнил Свою зависимость Давайте Послушаем Небольшой отрывок Из этого Выпуска Программы Выбор Ты спускаешься На лифте Вниз Лифт останавливается На каждом этаже Открывается дверь И выходит Все то Что тебе Очень дорого На этом этаже Уходит здоровье На этом этаже Уходят друзья На этом этаже Уходят Твои Какие-то Хобби На этом этаже На тебя Уходят Дети На этом этаже Уходят От тебя Жена И так дальше Так дальше До самого низа Где от тебя Уходят жизнь И вот Остановишься Или ты Это уже Только твой выбор Никто тебя Не заставит Это так красиво И так страшно Вы сейчас Записали Это очень страшно Это страшно Настолько Что Словами Это трудно Описать даже Но это ведь Произошло И с вами Вы спускались В этом лифте В моем случае Это и Я пытался Убегая От одной женщины От одной жены К другой Каким-то образом Что-то найти Что-то найти Какое-то счастье Какое-то эфемерное Как-то Меня Рускализающее Счастье Я с ними Употреблял Но сейчас С теперешним Еженым Мы этого Не делаем Ну вот Ощущение Этой потери В вашей Созависимости Было ли оно И наблюдали ли вы Этот лифт Зависимости мужа Лифт Который опускается Вниз Как сказал Мой гость Да На каждом этаже Выходит Очень хорошо Писал Конечно Это так и происходит Как Зависимый С каждым годом Все что-то Больше теряет И теряет Способность Функционировать Работать Здравомыслить Обращаться С деньгами Да Потеря друзей Возможность Вообще Отдыхать Как-то По-здоровому Также И созависимый Постепенно Это теряет И фактически Тоже В моем случае В какой-то момент Наступает Изоляция Да И также Для созависимого То есть Существует Ну как для меня Существовала Только работа И вот дом Сложная ситуация Дома И Единственный Человек О котором я В принципе Волновалась И думала Это был мой супруг Даже не я Все В конце концов Заканчивается Одним фокусом Для зависимого Это что угодно Там да Алкоголь Либо Другие вещи Для созависимого Это обычно Один человек Такой объект Объект Всепоглощающий Вот вы уже говорили О том Что очень сложно Первые дни Когда вы расстались С мужем Да и вообще Наверное первые Не знаю Недели Месяцы Осознать Осознать Вот эту тягу Каким-то образом Преодолеть Эту тягу К контролю К чему-то К тому Что было свойственно Все эти годы Вот о рисках Которые сопровождают Зависимого алкоголика Тоже в студии Говорила Выздоравливающая Алкоголичка Давайте послушаем Этот небольшой Отрывок Как она Живет сейчас В чем видит Привлекательность Трезвой жизни И насколько риски Они продолжают Сопровождать На протяжении Трезвого пути Я могу Первую рюмку Первый бокал Первое Вот это Отказаться Спокойно Мне не сложно Это сделать На самом деле Но если я уже Выпила одну Я потом уже Не могу отказаться Я не знаю Почему это так Это вот Тоже в нашей литературе Описано И много на собраниях Об этом говорится Что есть вот такой Феномен тяги Поэтому То есть Если какое-то Вот как Когда параллель Если проводиться Аллергии Да Вот у меня попадает Какое-то количество Маленькое Количество алкоголя В тело И оно вызывает Вот какую-то тягу На физическом уровне И я не могу Больше ей противостоять Я не знаю Сколько Сколько вот Моя эта доза Да Может быть Я конфету Прозит съем И мне там Пойду Я знаю Да Случаи есть Которые срывались От конфеты Да От прозит Ну от тощинки Да-да-да Если там сильно Много алкоголь Да Типа нормально А потом Уже после пятой конфеты Уже Ну что там Уже терять Да Как бы То есть так Не рекомендуется Вот при Как сказать Когда Перестаешь пить Начинаешь вести Трезвый образ жизни Например Лекарства Там на спирту Да Я тоже до сих пор Не пью Просто потому что Я не хочу рисковать Ну вот ваша Сво-зависимость Она сопровождается Рисками сегодня В жизни В выздоровлении Да Конечно Ну Но я На данном этапе Уже так Хорошо Вижу И в таком Плане Тоже Мы Тоже В создачестве Общались На эту тему Друг с другом Что Для зависимых Может Это Действительно Это Немножко Проще Что Это главное например, не взять вот эту первую рюмочку, да, то для созависимого вот этот момент, в какой момент что там начинает случаться, очень сложно определить. Поэтому, но я сейчас настолько уже хорошо могу со стороны посмотреть на свой ход мыслей. С этого все начинается, потом уже действия. Что для меня главное слишком долго в этом не оставаться. В мыслях? Да, в каких-то мыслях, да, там, не знаю. Супруг там, не знаю, не отвечает на смс. Да, полчаса. Ну, что делает созависимый? Начинает нервничать. А может быть что-то случилось? А может быть он опять там что-то? Все. Созависимый не может работать в таком уже состоянии. У него же там, не знаю, там куча черных сценариев. Все. Пока человек не получает ответа, он просто такой, да. И адекватный человек, нормальный человек, он, ну, когда придет ответ, тогда придет, все нормально, да. да, то есть, ну вот, как только какие-то мысли в ту сторону у меня, например, в такой ситуации появляются, я просто сразу, я не позволяю этому вот катиться вперед, да. Клубок, да. Да, потому что я могу решить, либо я позволяю этому шквалу просто там, это обрастает. Они же приумножаются. Да, да. Каждые минуты не от вечного сообщения они приумножаются. Именно. Либо я просто напоминаю себе все, что я уже знаю, все, что правда, потому что, в принципе, созависимые эти вот восприятия и мысли, они, они такие ложные мысли. Это мысли неправды. Поэтому очень важно понимать, что реально, что правда, да. И я себе это все время напоминаю. Да. И я уже, я просто, я надеюсь, что я уже намного лучше различаю, что у меня творится в голове. Созависимо, ну, так же, как у созависимых, все творится в голове. Но я уже понимаю эти такие моменты. Можно как-то отфильтровать со временем. Да, да, да. И да, свое внимание тоже переключить. Тоже очень один из методов переключать внимание на что-то другое. Ну, вот еще о феномене тяги. Давайте послушаем историю выздоравливающего алкоголика, о том, как она у него проявлялась. Попросим нашего звукорежиссера поставить сейчас. Я не какой-то нераспущенный, да, не какой-то там безвольный, то есть мне нет силы воли, да, как мне вот все время мои родственники до этого твердили, да, то есть, что я не могу собраться там, бросить все это, все люди вокруг. Алкоголизм – это болезнь. Болезнь неизлечимая, да, прогрессирующая и смертельная, что самое интересное, да, она еще к тому же и физическая, психическая и духовная. То есть, я как алкоголик, да, мне, как вот, например, есть люди, болеющие сахарным диабетом, да, им нельзя, чтобы у них повышался сахар в крови, за это им нельзя какие-то определенные вещи делать, да, и какие-то продукты там есть, да, то есть, когда вовремя колоть инсулин, да, мне как для алкоголика вообще минимум, что надо, да, просто не выпить первую рюмку, да, потому что как физическая тяга сразу начинается, то есть, физическая болезнь моя проявляется, как только помогает меня алкоголь. Мне одной рюмки это много, а уже двух это мало. Ну, вот тяга созависимых людей, контроль, вы говорили, да, к нервозной такой бдительности, она тоже невероятно сильная. Да. И, наверное, вот вы сказали о том, что нужно переключить внимание. Всегда ли это работает, просто переключение внимания? Это нужно быть настолько, наверное, духовно, я употреблю такой термин, наверное, может быть, больше религиозный, да, сильным, да, внутри дух должен быть, наверное, такой сильный у человека, чтобы уметь это внимание переключить. И опять же, ведь тот, из-за которого проходят эти переживания, да, он ведь тоже становится в заложниках определенного, ну, созависимости, потому что он понимает, что он всегда должен быть на связи, чтобы не вызвать эту нервозную бдительность, опять же. Да. Это такой вот такая, ну, замкнутый круг, получается, такой подром. Абсолютно, да, очень хорошо. Я вижу, уже понимаете, как это все работает. Конечно, мне нравится, что вы тоже тему духовности подняли на данный, в этот момент, ответы я ищу, конечно, в духовности, в отношениях с Богом, потому что для, это мое убеждение, что созависимость, она в любом случае, в основании, вот, то, что вложено в детстве, в основании, это ощущение того, что нет близкого контакта ни с кем, да. Пустоты. Пустоты, да, это отвержение, как порядок, и из-за того, что родители в детстве это не могли дать, да, и поэтому, ну, зависимый человек тоже этого не может дать, да, хотя этого очень-очень хочется, очень хочется этих близких отношений, этой любви, этого, того, что меня кто-то принимает, меня, там, не знаю, уважает, это все созависимые ищут в других людях, а этого в других людях, ну, в таком идеальном мире нету, не то, чтобы в нормальных людях, этого тоже 100% нету, где же еще в зависимом, да, представляете, какой вот этот парадокс, как бы, искать такие вещи там, где их вообще нельзя взять, поэтому отношения с Богом, это основа излечения от созависимости, потому что у него есть все то, что нужно этому созависимому человеку, и только когда вот есть эти истоки истинные, тогда и отпадает желание, ну, это брать от других людей, да, вот это, да, желание контролировать другого из-за того, что я, впитываться, да, питаться, что я чувствую себя в полном бесконтроле, да, а как без высшей силы найти это спокойствие, вот и хочется всех других контролировать, себя в том числе. Ну, вот о выздоровлении, сейчас попросим нашего звукорежиссера поставить последний файл, который есть у нас, о свободе, о том чувстве, которое начинается, начинает проявляться у человека созависимого, когда он встает на путь выздоровления. Одна из моих гостей, участница также Содружества Аланон, рассказала об этом, давайте послушаем этот небольшой отрывок. Вот когда вы почувствовали, что вы выздоравливаете, что это за чувство? Это чувство, вот, да, такое, спасибо за вопрос, свободы. То есть, я стала становиться, становиться на шаг свободнее, свободы и такой радости жизни. Я, наконец, сейчас могу радоваться, ну, таким, раньше казалось, смешным вещам, независимо ни от чего, нет материального там положения, там, какого-то, не знаю, отношений там с противоположным полом, просто состояние вот такой наполненности, такой вот свободы. У меня получилось, получается сейчас вот эта свобода выбора, и это очень важно на меня. Ну, и вот любовь, которую я говорила, что я почувствовала вот к маме, к дочери очень вот, очень постепенно. Как ни странно, она моя дочь, да, а вот я, мне пришлось как бы учиться, да, проявлять эту любовь. Она внутри была, но проявлять её было очень сложно. Ну, как это было у вас, и что для вас значит выздоровление от созависимости? Какие это чувства, эмоции, которые вы переживали? Да, я абсолютно могу согласиться с тем, что я только что слышала, я даже недавно делилась своим подругам в содружестве, когда вот этот первый момент такой сильный пришёл, вот всех этих ощущений, это было в прошлом году, по-моему, возможно, сентябрь, это достаточно недавно. Я где-то месяц в такой эфории ходила. Это действительно такое, поскольку давно не было таких ощущений, это действительно свобода от мнения и отношения других людей ко мне. Это для меня, кто был очень из-за этого страдал, я была просто счастлива, что я могу жить одна, я могу функционировать одна. Мне не нужны другие люди, чтобы я чувствовала себя счастливой. Я знаю, что всё это я получу в другом месте, которое гарантирует мне это, это отношение с Богом. И другие люди, если я от них получу хорошие вещи, супер, если нет, всё в порядке. Но нет ожиданий. Есть свобода, отсутствие ожиданий от действий других? Да, нет таких требований, ожиданий больших от других людей. То есть внутри такая более, за всё хорошее, более большая благодарность, а если чего-то нету, то есть такое просто понимание, что ничего, ну просто человек на данный момент не может, например, дать того, чего я хочу. Это не обязательно там супруг, это тоже коллеги, в том числе, на работе, где мы все много времени-то проводим. Кстати, больше, чем в семье, да, иногда. Поэтому там эти отношения тоже очень такое, для созависимого это ещё одна огромная сфера отношений, где многие созависимые жутко страдают в рабочих местах. Поэтому, да, это такое принятие людей такими, какие они есть. И когда у человека нету чего давать, есть более такое спокойствие, потому что раньше я всё лично очень воспринимала. Если кто-то там злой или в плохом настроении, значит, это связано со мной. Я что-то плохо сделала, сказала. И в Алланоне я учусь понять, что это не обо мне чаще всего, а о нём. А, да, о другом человеке, у него что-то там. Но созависимое, он жутко вот в детстве вкладывается это, что все мои действия влияют на всё окружающее. Если что-то не так делаю, всё плохо, да, то есть, ну, это как-то вот воспитают родители таким образом, что я вот виноват перед всеми за всё, и я должен быть как бы совершенным, человеком, никому на ногу не наступить, и все были бы счастливы. Это очень странное такое, как убеждение, но оно, я уверена, в каждом созависимом. Может, даже зависимым, да. Спасибо вам, что вы пришли к нам в программу, участвовали. Божество Аланон, спасибо вам. Программа «Выбор» встретимся в следующую среду.